Коллеги, привет! Сегодня я хочу разобрать уникальный инструмент в платформе Trading Volume Terminal, который для частного трейдера является неотъемлемой частью принятия решений. Я лично свою торговлю уже не представляю без него. Это HFT объемы. Нам необходимо для открытия сделки установить безопасно свой защитный ордер и рассчитать соотношение риск-прибыль. В этом нам поможет данный поисковик, чтобы увидеть лимитный спрос алгоритмов, лимитного покупателя, маркет-мейкеров, которые действительно принимают на себя всю ликвидность и останавливают ценовое движение. Итак, поехали! Это лента принтов, в которой отображаются все сделки, которые проходят на биржевом рынке. Нас интересуют время сделки, цена, объем, а также цена бит и цена аск в тот момент, когда сделка совершилась. Сопоставив с ценой сделки, мы можем легко определить, она прошла по биду или по аску. Также у каждой сделки есть свой номер. По совпадению номеров, времени и цены сделки можно вычислить, что они принадлежат одному маркет-покупателю или продавцу и объединить или другими словами сагрегировать их. Эти агрегированные сделки выводятся на график и представляются в виде прямоугольников с объемом, ценой и временем исполнения. Синие в данном случае это рыночные покупки по рынку, оранжевые рыночные продажи. Сделка не может совершиться без инициатора. Весь анализ рыночных объемов сводится к тому, чтобы увидеть инициативу и результат, которому она приводит. Каждая сделка, которая проходит, она влияет на общую ценовую динамику и формирует уже график как следствие данных сделок. Давайте посмотрим, что показывает индикатор HFT объемов на тиковом графике. Открываем HFT, активировать поисковик, агрегация маркет-ордеров, максимальный диапазон для золота оптимально 12 тиков, максимальный интервал берем до 1 секунды, то есть 1000 миллисекунд, чтобы видеть те тики, которые прошли с высокой скоростью и крупные по объему для данного инструмента. Для золота это 15 контрактов минимум и 225 суммарный объем в цепочке тиков. Мы можем использовать автоподбор фильтров объема для того, чтобы сориентироваться в оптимальных настройках для данного инструмента. При том, чтобы большинство сделок, более 80%, прошло в одну сторону. Меня больше интересует дельта-фильтр по количеству сделок, чтобы максимально сделок было направлено в одну сторону, потому я отключаю дельта-фильтр по объему, чтобы не упускать интересные цепочки. Нажимаем «Установить и загрузить». Мы видим, что на графике появилось два объема. Если присмотреться, мы увидим те тики, которые участвуют в данной цепочке. Вот все они подсвечены. Время данной цепочки 184 миллисекунды. Цена не отреагировала на данный объем. Дальше пошло ее снижение. И появилась еще одна цепочка тиков, которая произошла одним принтом. В этом случае время между тиками мы видим по нулям. Нам интересны такие моменты в рынке, если они не приводят к тому результату, которому должны были привести. То есть, соответственно, к падению цен. А напротив, цена начинает идти в обратном направлении наверх. Но для этого нам необходимо посмотреть более старший таймфрейм. 5-15 минут или 30. То есть, после того, как мы увидели места срабатывания стоп-ордеров, теперь необходимо посмотреть контекст и реакцию на эти объемы. На 15-минутном графике данный объем будет выглядеть таким образом. Он образовался после пробоя линии тренда. Но цена не пошла дальше вниз. А напротив, была резко выкуплена. Шортисты застряли в продажах. И, соответственно, будут ликвидировать позиции после преодоления максимумов. Маркетмейкер может разгрузить об них свой же лонг, который он принял в этом месте, подставляя лимитные ордера на покупку. Такие ситуации довольно часто можно встретить на золоте, когда происходит срабатывание стоп-лоссов, и затем цена возвращается в зону баланса. Нас интересуют именно останавливающие HFT объемы в экстремальных точках, которые связаны с срабатыванием стоп-ордеров. Для того, чтобы понять, что это действительно происходит срабатывание стоп-ордеров, конечно же, лучше совмещать данную информацию с техническим анализом, чтобы понимать, как действует большинство участников рынка. Чтобы заходить в позицию вместе с маркетмейкером и иметь возможность рассчитать риск по сделке. Так как ювелирная точка входа, она очень важна для частного трейдера. Это дает возможность поставить стоп, защищенный спросом лимитного покупателя. Если HFT объемы ударяют прямо в уровень, а не срабатывают после его преодоления, высока вероятность, что данный уровень будет пробит. Так как этот HFT объем говорит не о выносе стоп-лоссов, а о том, что алгоритмы используют ликвидность поддержки для того, чтобы открыть короткую позицию. Бывают цепочки тиков, которые собираются более длительное время. Это может быть и 2, и 5, и 10 секунд. Так как есть алгоритмы, которые активируют стоп-лоссы не сразу, а через какое-то время с задержкой, чтобы избежать ложных выносов. В этих местах может происходить и вовлечение трейдеров в продажи, после чего цена начинает идти в обратном направлении. Такие HFT объемы довольно часто появляются на восходящей тенденции, и можно их использовать для выгодного захода по тренду и постановки стоп-лосса. Так как тренд существует на ожидании коррекции, есть много участников, которые фиксируют в своей позиции прибыль по лонгам, дабы не потерять ее, и также шортисты заходят в продажи, потому что якобы уже дорого. И крупный лимитный покупатель или маркетмейкер принимает эти объемы на себя, и тренд, соответственно, после этого продолжается. Для нас эти объемы являются возможностью зайти в тренд с хорошей логикой входа и минимальным стоп-лоссом. Когда мы имеем уже перелом тенденции, то нужно быть более аккуратными и внимательными в таких ситуациях, потому что обильные HFT-объемы, которые сопровождают снижение, они будут являться сопротивлением для дальнейшего движения цены. Но главное для нас увидеть эти экстремальные точки, с которых можно принимать решение об открытии позиций. Мне нравится использовать HFT-объемы, которые появляются не сами по себе, а в комбинации с какими-то дисбалансами. Здесь мы можем, например, видеть контратаку большого количества сделок на покупку. То есть включаются алгоритмы и контратакуют, выкупают падения. И параллельно с этим срабатывают стоп-лоссы. Такие ситуации очень хорошо отрабатываются и могут быть использованы в торговле. Контратаки могут быть также и в обратную сторону. И в комбинации с HFT-объемами на экстремумах давать возможность захода с хорошим соотношением риска и прибыли. Для того, чтобы видеть больше ситуации, лучше использовать и ручные настройки, которые всегда более точные, и также настройки по автоподбору. Для этого мы можем добавить индикаторы HFT-объемы 2 на график. Также рационально использовать в одном фильтре более быстрые цепочки тиков до 1 секунды, а ручные настройки, к примеру, поставить, чтобы видеть более веские цепочки тиков с более длительным набором и большим объемом. Также вы можете воспользоваться кнопкой Info и ознакомиться более детально с данным индикатором, посмотреть, что означает каждое поле в данном индикаторе. Кроме того, почитать дополнительную информацию про HFT-объемы, посмотреть примеры настроек по другим инструментам, которые мы периодически обновляем на сайте. Друзья, желаю, чтобы данный инструмент стал эффективным дополнением к вашим существующим торговым стратегиям, либо же, чтобы вы разработали торговые стратегии на базе данного инструмента. По всем уточняющим вопросам обращайтесь в Telegram-поддержку Собачка ТВТ-саппорт. Мы с удовольствием вам поможем и проясним все, что вас интересует. Хорошего дня! На связи! Пока!